Всем добрый день! Ребята, как вы думаете, о чём я сейчас говорю? Когда её не знают, она бывает нечто, а когда её узнают, она перестаёт быть тем, чем была. Правильно, ребята, вы догадались, речь идёт о загадке. Мы сегодня с вами будем загадывать необычные загадки. А необычные они потому, что мы сами попытаемся их изготовить. У нас сегодня аппликация. Прежде чем приступить к делу, ответьте мне ещё на такой вопрос. Почему загадку назвали именно загадкой? Правильно, ребята, именно потому, что ответы на неё знают не все, а для того, чтобы её отгадать, нужно хорошо подумать. Для изготовления наших загадок нам понадобятся следующие материалы. Лист бумаги, геометрические фигуры, клей и ножницы. Я знаю, что вы знаете много геометрических фигур. Какие ещё вы знаете геометрические фигуры? Правильно, треугольник, овал. Также у нас есть здесь квадрат, круг, прямоугольник. Вот сегодня нам геометрические фигурки загадали загадку. Что же можно составить из геометрических фигур? Посмотрите, какой у нас петушок получился. Давайте рассмотрим нашего петушка. У него есть круглая голова. Посмотрите, клювик и гребешок сделан из треугольничков. Туловище из какой геометрической фигуры? Правильно, из квадрата. Только мы его перевернули и получился ромб. Лапки у нас получились, тоже треугольничек. А хвостик и крылышки у нас получились из полукруга. Итак, приступим к нашей работе. У нас есть загадка первая. Наш квадратик. Как же из квадрата получить круг? Правильно, ребята. Надо срезать углы, закругляя их. Срезаем углы. Закругляя все четыре уголочка. Срезаем. Закругляем. Наша голова готова. Мы сразу будем раскладывать наши фигурки, так как мы будем потом наклеивать. Дальше что у нашего петушка есть, ребятки? Посмотрите. Туловище. Но туловище нам вырезать не надо. Нам просто надо наш квадратик перевернуть ромбиком. Дальше, ребятки, следующая загадка. У нас есть квадратик. А как же из квадрата сделать лапки? У нас лапки треугольные. Теугольные. Подумайте правильно и скажите правильно. Надо квадрат разрезать по диагонали. А чтобы было легко его разрезать, надо его сложить пополам. Затем открыть и по линии сгиба разрезать. Вот мы отгадали и следующую загадку. Дальше посмотрим, что у нас есть, ребятки. У нас есть у петушка крылышко. Посмотрите, оно у нас полуаварь, полукруглое. А как нам получить полукруг? Правильно. Нам надо наш круг разрезать пополам. Чтобы легко было разрезать, так же его складываем пополам. Открываем. И по линии сгиба разрезаем. Получилось крылышко. Так же делаем хвостик, да, ребятки? Следующая загадка, да? Делаем хвостик, разрезаем. И выкладываем. Сразу будем раскладывать, а потом уже приклеим. Что же у нас еще осталось, ребята? Посмотрите, мы не сделали нашему петушку клювик и гребешок. Они у нас сделаны из треугольничков. Как же нам отгадать загадку? Как из прямоугольника сделать треугольнички? Надо нарезать сначала маленькие квадраты. Как получить маленькие квадраты? Нам надо наш прямоугольник сложить несколько раз. Раз. Сложили, посмотрите. Второй раз. И третий. Теперь наш прямоугольничек длинный. Открываем. Посмотрите, у нас видны линии сгиба. И по линиям сгиба нарезаем квадратики, которые у нас получились. По линии сгиба. Как же получить из маленького квадратика треугольничек? Правильно. Надо разрезать по диагонали. От уголочка к уголочку. Разрезаем. Вот, оказывается, у нас какие загадки, да? И как легко мы с вами их отгадываем. Клювик прикладываем. И гребешок. Можно, ребятки, сделать гребешок разноцветный. Цвета можно использовать разные. Какие вам понравятся цвета, те цвета и используем. Давайте теперь все наши детальки приклеим. Начинаем с головы. Намазываем клеем и приклеем голову. Теперь туловище. Теперь лапки и треугольные. Так, крылышко у нас. И хвостик. Раз. Полуовал. Два. И три. Теперь наклеиваем клювик наш. И гребешочек. Маленькие треугольнички. С ними надо аккуратненько Ребята, что же у нас не хватает еще нашему петушку? Надо нарисовать глазик. Вот какой замечательный петушок у нас получился. Ребята, а вы можете продолжить нашу аппликацию. А что же еще можно сделать из геометрических фигур? Посмотрите, я рядом положу. Если положить квадратик и сверху треугольничек, то получится что, ребятки? Домик. Правильно. А если положить узкий прямоугольничек, а сверху круг, получится у нас дерево. И нарисовать на дереве можно вишенки. Подумайте еще сами. И загадайте еще загадки, что же можно сделать из геометрических фигур. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok